Ждать шестые древние свитки еще фигово тучу времени, и все что у нас есть это какой-то невнятный тизер. Последнее что выходило по свиткам это Блейдс, который, мягко сказать, многим не понравился. Никакого открытого мира, а лишь линейные коридоры, что напрочь убивало дух древних свитков. А ведь поиграть тот самый Скайримчик на телефоне мечта многих, и сейчас мы постараемся найти лучшие варианты, аналоги Скайрима на телефон. Ну а с вами Фомикс, и мы погнали. И сначала мы перенесемся в полнейший олдскул. Я б сказал бы встряхнем в самые древние свитки и обратимся к истории. Те далекие времена, когда телефоны еще были кнопочными, а мобильный гейминг только зарождался. Компания Zenimax была настолько амбициозна, что решила выпустить аж 4 игры по древним свиткам на мобильные платформы. И как я думаю вы заметили, проекты так сильно стреляли, что никто о них даже особо не знает. Благодаря головокружительным успехам этих игр, следующие мобильные древние свитки нам пришлось ждать аж 14 лет. Общее название этих игр было Zelda Scrolls Travels. Начнем с первых в двух, Stormhold и Downstar. Действие одной из игр происходило на секундочку в Скайриме, а действие другой игры в Чернотопе. Но по-честному, господи, это вообще какая-то жопа. Видно, что здесь игры приближены уже к своим, так сказать, отцам. The Elder Scrolls Arena и Daggerfall. Стоит заметить, что Blade сохранил вот некоторую преемственность тех старых игр. Но по-честноку, эти первые две мобильные игры никто не помнит, они никак не повлияли на последующий лор и сюжет последующих игр. И интересно скорее, как сам факт, что такие игры были. Но это не все. Oblivion, моя любимейшая игра в серии древних свитков. В детстве я задротил, пока мама не врывалась в комнату, не начинала орать и забирала провод от компьютера. И я недавно узнал, что оказывается была мобильная версия. Господи, только посмотрите на этот писос. Сюжет мобильного Oblivion полностью повторяет сюжет оригинальной игры. Только выполнен в изометрическом стиле, естественно здесь никакого открытого мира. И вроде даже по тем временам игра выглядела так себе. Последняя игра Shadow K выходила уже на Nokia Engage. Для тех, кто не знает, это самый первый геймерский смартфон и единственный кнопочный геймерский смартфон. И на нем эта игрушка выглядит очень даже интересно и считается вроде как одной из лучших игр на Nokia Engage. Действие самой игры происходит в Hammerfell. Но самое что примечательное, игра поддерживает мультиплеер, единственная в своей серии Привет Блэйдс. Вы с другом по блютузу можете играть вместе. Работает это правда конечно убого, но сам факт делает эту игрушку интересной. Но все эти игры канули в лето и интересно уже с точки зрения истории мобильного развития Zelda Scrolls. Ну а мы уже переходим к современным играм. И вот она пятая мобильная Zelda Scrolls Blades. Вот у меня сейчас такой персонаж, давно я его не открывал. Короче много говорить смысла об этой игрушке нет, у меня есть отдельные видосы на эту игру. Ну а если вкратце, многие хотели бы сейчас конечно Skyrimчик на телефон. Так вот, Blades вообще не про это. Никакого открытого мира или духом тех приключений здесь и не пахнет. Поэтому игра и получила много хейта в свою сторону. Но я в защиту хочу сказать, что игра имеет такое свое очарование и своеобразие. Игруха по-своему уникальна, но она быстро надоедает. И это конечно полный отстой. Тем не менее она имеет свою популярность. Разрабы его постоянно поддерживают. Добавляют новый контент. Недавно ввели арену. В общем, хотя от беседки хотелось бы гораздо большего. И она могла бы сделать более полноценную Zelda Scrolls. Крутую игру с открытым миром. Но к сожалению не сделала. Поэтому, ну будем надеяться, что может быть когда-нибудь будут нормальные древние свитки на телефон. А мы попробуем найти сейчас альтернативу. А следующая игруха, наверное, является чуть ли не единственной, что хоть как-то отдаленно похоже на Skyrim. Игра называется Raven's World Shadowlands. И сейчас в плеймаркете она стоит порядком 500 рублей. В период скидок можно рублей за 50 купить. Это очень старая игрушка. Вообще, подобных игр, синглплеерных классических RPG, практически на телефон не делают. И найти что-то подобное действительно очень сложно. Тут у нас стандартный герой, которого мы должны будем прокачивать, одевать, выполнять различные квесты. И двигаться дальше по основному сюжету. Локации в игре довольно большие, обширные, открытые территории. В свое время это была очень сильная игрушка. Вышла она, по-моему, в году так 12-м. Жаль, что сейчас такие игры почти не упускает. Ну, а мы идем дальше. Следующая игрушка уже является более таким любительским проектом. Код Асайлом. Такая RPG-шка в довольно огромном, открытом мире. Для начала вам надо будет создать персонажа. А именно трех персонажей. Война, лучника и мага. Потому что по ходу игры вы будете играть сразу тремя. И дальше вам открывается поистине большой, огромный мир. Где вы можете зайти в самые отдаленные уголки. И найти самых жестких монстров. Убить их, надыбать их сокровища. Тем самым прокачать своего персонажа. И найти нормальную экипировку. И все это по ходу основного сюжета. К сожалению, он только на английском. Внешне, конечно, она особо не впечатляет. Но сейчас на телефон как-то не делают. А синглплеерные RPG в открытом мире. Поэтому и такое сгодится. Ну, а мы сразу идем дальше. Следующая игра называется Evil Lens. И внешне графонисто она очень круто выглядит. По крайней мере для смартфонов. Со стороны даже больше напоминает Ведьмака 3. Мы можем играть сразу тремя персонажами. Причем по очереди можем играть всеми. У нас общий инвентарь. Если мы найдем, допустим, экипировку на варвара или волшебницу. Мы просто можем поменять персонажа. И надеть на нее эту экипировку. В игре 3 огромных обширных локации. Можно сказать, не знаю, 3 мира, 3 сюжета. Которые нам постепенно надо будет пройти. Сама игра сводится к тому, что качай персонажа, бей врагов. Гриндь, фармь, ну и в принципе все. Игра синглплеерная. Не назвал бы ее ММО. Но, ну, тут есть типа другие игроки, которые бегают рядом. И также выполняют задания. Есть еще ПВП. Но если их убрать, ничего особо не изменится. Можешь, не знаю, будешь больше себя в одиночестве чувствовать. Задание здесь из разряда пойди убей столько-то врагов, пойди убей того босса. И все сводится к своему, что вам надо много убивать, фармить, гриндить, чтобы проходить все дальше и заходить на все более тяжелые зоны. Игрушка хоть и интересно выглядит, но сводится к тупому мочению врагов на большой локации. Никакого сюжета или развития нету. Поэтому идем дальше. Ну, а следующая игра, на самом деле, очень далека от Скайрима. По крайней мере, именно по механикам. Игра называется Frost Burn. И она от создателей вон того же лдоя Last Dance Earth. Сама игра, кстати, еще не вышла, не релизнулась. Так вот, это, в принципе, та же самая лдоя, только стилистически находится уже в таком мире Скайрима. В принципе. Та же самая скандинавская мифология. Те же драуги, драконы, подземелья. Все в снегу. Однако, игра в изометрическом стиле. И, помимо всего, мы можем играть онлайн с другими игроками. То есть, мы можем сделать свою семью до четырех человек вместе. И вместе бегать по разным локациям, зачищать подземелья. Сражаться с другими игроками, с соседями. Строить свой дом и увеличивать свое хозяйство. Помимо этого, прокачать свою экипировку и пройти как можно дальше вглубь подземелья и узнать тайные загадки этих мест. Есть еще аналогичная игра Winter Survival. Здесь вам даже дадут вырастить своего дракона. Мне эти игры очень даже зашли. Помните, я говорил, что Аблейон выходил на телефон? Ну, так вот, он еще и хотел выйти на PSP. Хотел, но не вышел. Игра так и осталась в бетке. Но до нас добрались билды. То есть, какие-то куски бета-версий. И сейчас мы можем посмотреть, как игра бы могла выглядеть в конечном итоге. И выглядела она, на самом деле, очень даже. Но, к сожалению, игру закрыли. И PSP-шную версию мы теперь никогда не увидим. И тут у вас, может быть, такой вопрос возникнуть. А фиг ли ты рассказываешь об этой игре на PSP? Когда у тебя топ по играм на телефон. Ну да, дуру дал. Но по факту можно скачать эмулятор PSP. Найти билды этой игры, что сейчас сделать довольно сложно. И поиграть, что на данный момент осталось. Честно, сам я еще не пробовал. Я еще ни разу не запускал эмулятор PSP. Извращение какое-то, а не игры на телефон. Но это еще не конец топа. Следующая игра уже от русских разрабов. И переносимся мы не в Скандинавию или аналог Скандинавии, а в Древнюю Русь. Unrested Age. Смутная Русь. Экшн-РПГ в открытом мире, действие которое происходит в 17 веке на Руси. Игра хоть и не выглядит сильно современной или графонистой, но тем не менее здесь реализованы такие масштабные битвы, сражения отряд на отряд. И все это с полноценной локализацией русской озвучкой. Вот и ты. Бузьма, хватай его. Хоть игра и сделана с душой, но здесь просто отвратительный интерфейс. Только посмотрите, какие кружочки, квадратики, треугольнички над врагами. Но, допустим, почему я эту игру сравниваю с древними свитками? Убив врага, ты можешь полностью залутать его вещи, тем самым раздев его. То есть ты можешь забрать себе все, что на нем одето. И как и в том же самом Скайриме, ты начинаешь мародерить каждый труп, который убил. В игре очень развитая система прокачки, атрибуты, навыки, способности, эффекты. В общем, качай своего богатыря, мочи басурман среди родных березанек. Игра стоит 379 рублей и ссылка на нее, как на все игры в топе, будет в описании. А мы, наконец, переходим уже ко второму месту. Ну, а на втором месте сам Скайрим. Я как-то запускал Скайрим на телефоне через китайский стриминговый сервис. И тогда, полтора года назад, это было очень даже играбельно. Хотя, на самом деле, вру было очень даже неудобно. Все было на китайском, ничего не понятно, потихо подлагивало. Падал FPS, но играть все равно можно было. И сейчас стриминговый гейминг шагнул вперед. С развитием той же Google Стадии, да и других стриминговых платформ, мы сможем на телефоне поиграть в совершенно любые игры. Ну, нужен будет только хороший интернет, если что. Тогда, год назад, было как-то так себе. Вот тогда я играл через приложение Cloud Games. Тогда все было ужасно, все было на китайском, и я платил за время, проведенное в игре. А вот, допустим, приложение Vortex мне очень даже понравилось. Правда, здесь у вас игра должна быть куплена в Стиме, потому что вы запускаете игру через свой Steam аккаунт. И, помимо этого, вам надо заплатить подписку. То есть, 700 рублей в месяц, по-моему, это приложение стоит. Короче, ставьте лайки, если вы хотите, чтобы я опробовал Skyrim на телефоне через Vortex. И еще через него на телефоне можно поиграть в Zeldos Cross Online. Еще есть Steam Link, но это вообще другое. Здесь вы запускаете игру именно через свой компьютер. В общем, уже сейчас мы можем играть самые топовые игры на телефоне. Ну, правда, пока только с костылями, но в скором времени с развитием технологий все может измениться. А пока мы дошли до первого места. Ну и на первом месте это сам Моровин. Ее портировали на телефон, но, конечно, не сама беседка, а какой-то любитель смог перенести ее на мобилку. И сейчас мы можем скачать и полноценно в нее поиграть. Правда, там замуторно все это дело. Кстати, она на русском языке, и там же есть еще и русская озвучка. Перед вами на вашем телефоне открывается весь полноценный открытый мир Моровинда. Мне еще говорили, что туда можно закинуть текстурный пак, чтобы улучшить текстуры и графику. И все, теперь ты можешь делать, что хочешь, идти куда хочешь, выполнять различные квесты, пройти саму игру и DLC на нее. На телефоне она смотрится даже не так устаревше, как на ПК. Отчего хочется лишний раз или наоборот впервые пройти старый Моровинд. Глядишь, скоро портируют Обливио на той Скайрим. Хотя к тому времени, возможно, уже будет вовсю господствовать облачный гейминг, и мы сможем поиграть во все эти игры без особых проблем. Ну а это было первое место. К топу, наверное, можно было прикрутить и другие игры, например, Oceanhorn 2, хотя это совсем другая игрушка. Или Pascal Wager, хотя это больше клон Dark Souls. Короче, если у вас есть варианты, которые лучше всего подходят для этого топа, то пишите об этом в комментах. Как я уже говорил, подобные игры не часто выходят на смартфон, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Ну а если вам понравился топ, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как обычно, Фомикс. На этом все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.